Ну вот, мне 27 лет, а начал я заниматься в 13. Причем это, как сказать, такие занятия были, ну, не знаю, наверное, как у большинства, что я просто пытался что-то делать. То есть, ну, сейчас объясню, в чем вся суть вообще, в чем соль. Суть в том, что мне в 13 лет меня сосед подсадил на группу Нирвана. Я очень проникся, вдохновился, мне все понравилось. Как бы я до этого не играл, не пел, вот вообще никогда не развивал это в себе. Ну вот, а тут все, как бы, яркая вспышка, я загорелся, все, надо быть там, как Курт Кобейн, учить все песни, пробовать петь. И, в общем, я очень-очень долго уговаривал родителей купить мне гитару, они все-таки сделали. Потом так получил, ну, я просто помню то время, когда не было особо развития интернета, мне приходилось вообще любую информацию искать там среди друзей, соседей, там, кого угодно, там, самые простые вещи, было сложно, но достаточно прикольно. Я тебя понимаю, да. Сейчас, ну, большой скачок, и есть все, что угодно, а тогда, ну, на слух, я, конечно, ничего не снимал на первом этапе, то есть об этом я даже не думал, то есть все, я бегал там с гитарой, ко всем, кто мог что-то играть, просто покажи мне это, покажи кто там, то есть, и он очень концентрировался на этих вещах, то есть, ну, прям, мог сидеть там и по 6 часов в день, и по 2 часа в день сидеть там, просто одно и то же, играть, 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 пока не получится. Ага, то есть ты на гитаре в то время еще концентрировался, да, в большей степени? Да, потом начал что-то петь, как бы, ну, как, это пением сложно назвать, ну, в том смысле, что это было мимо нот, это было тихо, это, ну, как говорят гитаристы не строюще, короче, был полный, то есть, ну, максимально плохо, но я все равно долбил эту систему очень долго, и потом, наверное, когда-то к 17, что-то начало получаться, то есть, ну, это был такой период, когда ты никому не обращаешься, ну, имею в виду, там, к педагогам не идешь, там, да, ничего-то вот сам пытаешься в чем-то разобраться, кого-то копировать там, ну, в частности, вот, акбэйн это подорожать, вот, и пытаться что-то делать, как бы, ну, то есть, изначально ты, как бы, сам начал заниматься, да, без преподавателей, да, вообще, без всего, а почему, как ты пришел, ну, может быть, почему ты не обратился, да, к кому-то, ну, там, у меня просто, когда я тоже начинал, у меня многие знакомые, там, находили каких-то, даже в маленьких городах находили каких-то преподавателей и занимались, у тебя не было мысли, или, там, к гитаристу в комнате пойти, например? У меня был это, думаю, юношеский максимализм, я сделаю все сам, мне никто не нужен, ну, как бы, зачем я, там, деньги буду тратить, как бы, ну, то есть, типа, вот из этой серии, какое мышление было, это потом, там, по прошествии лет ты понимаешь, что ты мог, как-то, там, пройти быстрее, ну, к примеру, а так, он у тебя просто растягивается, ну, и не все ты делаешь правильно. Даниил, а у тебя были какие-то сложности, ну, вот, на этом пути, то есть, вот, в начальном пути, то есть, ты чувствовал, что что-то, там, не так, может, может быть, идет? Да, на самом деле, постоянно чувствовал, ну, конечно, как бы, когда ты ориентируешься, особенно, на одного исполнителя и пытаешься его копировать, как бы, да, ты же слышишь разницу, ну, то есть, это не так, что я просто, там, сижу, там, свои песни какие-то делаю, ну, к примеру, да, где просто, если нравится, не нравится, ну, такое мышление, а там, вот, четкое сравнение, которое, ну, все-таки слышно, что не то, как бы, ну, вот, и поэтому я, с одной стороны, понимал, что надо как-то развиваться, но по счету нормальных путей, о которых все говорят, их не применял, я, как бы, ну, в сторону, силы, наверное, возраста как-то отбрасывал, потому что мне это не нужно. Ага. А было ли такое, что тебе, там, может, хотелось бросить даже заниматься из-за этого, или, или нет? Ну, у меня был период, сейчас, как бы, лет, наверное, с 19 до 21, я вообще ничего не нанялся. Ага. То есть, ну, в плане, все, я, как бы, забил, там, там, я просто на это посмотрел с другой стороны, с критической, да, то есть, взял скалу времени, 13-21, чего-то достиг, как бы, особо ничего, то есть, как бы, никаких значительных успехов в пробежении не было, ну, и, ладно, и замужем с объем, как бы, так делают многие, как бы, и все, и два года ничего не делал, но это внутри сидело, что надо, надо это делать, как бы, ну, потому что, как сказать, это же никуда не ушло, ну, и вот к этому делу она не ушла, ты просто, как бы, пытаешься на это забить, а это изнутри себя, как бы, сверлил. Ну, через два года, вот, я, как бы, устал терпеть, и начал, как бы, заново. Так, и что дальше было? Так, ну, дальше я попел, попел, и, как раз, понял, что мне нужен преподаватель, ну, это тоже, там, пару лет прошло, там, просто несколько событий было, таких, которые, ну, даже, вот, музыкальные движущие, которые, как сказать, я, в общем, в принципе, любил ходить по концертам, таким, ну, андеграундным, скажем так, и в какой-то момент очень плотно стал общаться, там, с одной питерской группой, и, ну, начали просто вместе общаться, пусить, там, ну, вот так вот время тратить, и у меня, как-то, это все время, оно очень быстро на этой волне пролетело, я только, ну, меньше занимался, меньше что-то делал, но я, как бы, около, около музыки, меня их тоже, как бы, устраивало в какой-то момент. Ага, а что за группа? Back Central, ну, такая она, как бы, раньше была достаточно известная, ну, в узких кругах. Ага, понятно. А у тебя на тот момент, у тебя уже была какая-то группа, я просто знаю, что сейчас есть? Да, на тот момент ее, как таковой, не было, я пытался там с кем-то сделать какие-то коллаборации, что-то запустить, но, как бы, на тот момент это вообще не работало. То есть, как бы, ну, все, я вот просто парень, который дома что-то делает, пробует, и, как бы, все, вот так вот это тянулось, тянулось, и потом я, тогда, получается, в шестнадцатом году дошел до того, что мне нужен преподаватель. То есть, я в одно утро проснулся, оценил, как бы, то, что есть сейчас, и, кто думал, не менять, не устраивает, надо что-то менять в своей жизни, надо как-то развиваться. Ну, я где-то потратил, наверное, один или два дня, пока я встал в школу, и вот нашел дом музыканта. А как это случилось, кстати? Интересно узнать. Да как, я в Яндексе просто видел, там, тогда просто были популярны, там, школы рока, там, и всякие такие штуки, и я начал вокальную школу, ну, потому что до этого, когда-то давно, там, году, наверное, в десятом, там, я разок-то попробовал к педагогу сходить, но я тогда ничего не знал, как бы, не мониторил, а просто нашел педагога, меня устроил, сына, я пришел, а там был преподаватель, который, как бы, академ делал. Ага. И за счет того, что я, как бы, сам, ну, не въезжал ни во что, то есть, и даже, там, не интересовался ничем, он мне тогда руки-то отбил, ну, в том смысле, что я пришел, он, там, ну, понятно, по распекту погонял, и начал, это, как сказать, по своей специальности. Угу. Ну, я понял. Как говоря, со мной работа, да, я сказал, что мне это, как бы, не устраивает. Ага. Ага. Ясно. Ясно. Ясно, ясно. Я только снова, как бы, решил это запустить. А у тебя изначально была какая-то мечта, ну, то есть, вот, связанная с музыкой? Да, да, она и сейчас есть, которую я стараюсь реализовать. У меня мечта, как бы, ну, в принципе, она достаточно стандартная, это делать музыку, ну, та, которая мне нравится, как бы выступать, и, в принципе, ну, делать все, что с этим связано. Ага. То есть, я больше, вот, вижу себя, как, наверное, артист, в каком-то смысле. Ага. А интересно, вот, что для тебя важнее, как бы самореализация или, точнее, такой творческий вклад какой-то, да, в музыку, да, в общий котел такой, да, либо вот именно слава, то есть, там, деньги, ну, что-то. Да там, на самом деле, все тут включается. То есть, ну, как бы, если я раньше там, лет, там, 15-17, говорю, да мне там, слава не нужна, я хочу что-то делать, на самом деле, ну, браво, она нужна всем, в каком-то смысле. Ну, все, все хотят какого-то признания, наверное, когда ты чем-то долго занимаешься, и ты видишь, как это работает, ну, когда начинаешь сравнивать, это же, ну, круто. Ну, в целом, это неплохо, в таком-то даже плане. Я понял. А у тебя было когда-нибудь, ну, выступление? Были уже? Раз, два, ну, где-то выступление. Но если в общем собрать, их было, наверное, штук шесть. Именно с вокалом, да, с голосом? Да, 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 именно как бы так. первые там, первые два, наверное, это была школа. Я, кстати, тогда очень на тот момент понял, что это помогает, потому что у меня был такой период, в классе в девятом, когда я, там, от силы месяца три в школу ходил за все время. То есть я осетил максимальным. Это как раз самый такой отбитый можно спать в период. И когда я туда пришел, мне сказать, что будем делать, надо как-то закрывать оценки. какие есть варианты. И у нас сейчас творческие там вечера проходят, ты можешь что-то подготовить, конечно нет. Я что, просто так в школу пропускал? Ага. Ну и все, я там два концерта, две-три песни подготовил, мне по всем предметам кротик поставили, и все, как бы я довольный, счастливый. Полу за почту. Ага, я понял. Так, хорошо, отлично. Ну, в принципе, музыкальные предпочтения, я так понимаю, у тебя особо не изменились, да, то есть ты в рок направлении так и смотришь. Они, они только расширяются, вне для себя, чтобы я хотел делать, куда это, определенно, мне интересно там рок, металл, такие вещи, ну, в которых я бы хотел себя видеть, а то, что я слушал, это уже расширилось, то есть годами это такая прикольная эволюция, когда ты за одной группой, мало того, что в жанре, кого слушаешь, из других там жанров, то есть раньше там я, например, там, не мог слушать джаз какой-нибудь, или поп-муску, даже если это хорошая поп-музика, какая-нибудь Адель, раньше категорично все было, все, нет, это не то. Я тебе понимаю, я сам просто тоже из рока вышел, да, и раньше была такая штука, что я мог слушать одну группу, там, ну, полгода, например, только одну группу, потом раз на полгода другую, ну, учитывая еще, что раньше музыки, как бы, не было, да, то есть надо было покупать отдельно, да, то есть ты покупаешь джаз? Она была, музыка была, но доставить ее сложно было, то есть надо купить диск, слушаешь его, как бы, ну, не зря же купил, да, полгода слушаешь, потом следующий купил, купил, вот, поэтому, да, когда я тут уже поступил в университет, там уже все, у меня там, интернет как раз начал развиваться, и пошло, пошло в разные стороны уже музыкальный вкус, да, начал развиваться, вот. Расскажи, пожалуйста, про занятия в Доме музыканты, когда ты пришел, насколько, ну, насколько они тебе помогли, и что, что вообще, как это было? Ну, на самом деле, я хорошо это помню, потому что я постоянно все это анализирую, как бы, но я стараюсь здесь отмечать какие-то этапы, и делать выводы, помогает мне это, или нет, или как мне это помогло, и вообще, вообще, даже когда я первый раз пришел, первый раз там, восемь занятий у нас было, ну, вот, и я тогда отметил просто резкий спячок, то есть для себя, ну, я в том смысле, что, как бы, может, на звуке это не сильно отразилось, ну, к примеру, там, да, не особо сильно разница большая, но именно сам подход и понимание уже тогда, оно изменило, с этого все, грубо говоря, как по-новому началось, так это, как обнуление, когда ты делал, как будто все в темноте, и на ощупь, как бы, а тут все начинают что-то показывать и рассказывать, это работает, как бы, наоборот, хочешь еще больше этим заниматься, ну, как бы, это достаточно такая большая мотивация была. Угу. Дальше, насколько я помню, ты сделал небольшой перерыв, да, и потом снова мы с тобой занимались. Да, 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 все правильно. То есть, можно ли сказать, что ты, вот, после, там, первого блока занятий уже самостоятельно тоже, как бы, более осознанно начал подходить к вокалу? Может быть, ну, как-то повторял, да, то, что мы делали? Я определенно начал более осознанно подходить, но такая фишка была интересная, когда ты, ну, занимаешься, да, и с педагогом, у тебя все получается, ты, как бы, на этой волне, ты, как бы, все, вообще, все получится, не знаю, гору можно свернуть, два пластиного ходьба записать, потом раз, и ты во что-то упираешься, как бы, опять начинается эта история, что ты долбишь стену, долбишь, долбишь, ага, у меня не получается, значит, надо идти к преподавателю, как бы, в принципе, я до сих пор этому придерживаюсь, я, что-то развиваю, 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 слушаю, ага, все, тут, как бы, мы уперлись, все, развитие, как бы, нет, все, как бы, остановилось, надо идти к преподавателю, как бы, это мне очень помогает. А вот так, если более конкретно, сможешь вспомнить, ну, что, как бы, что было с голосом, да, какие сложности, и что получилось решить, да, и, ну, вот, в таком плане. Ну, во-первых, все было бесконтрольно, то есть, как бы, так сказать, чтобы было точнее, ты, как бы, мог петь, ну, мало того, что в узком диапазоне достаточно, то есть, я сейчас, если вспомню, это примерно, наверное, максимум октавы, но просто до того, как пошел в дом музыкант, я же, ну, из интереса-то замерил, диапазон, просто, как это, как точка отсчета, вот сейчас вот так, там с натяжкой октавы была, то есть, ну, это с натяжкой, это просто извлечение звука, я имею в виду, то есть, не то, что это там звучит, как-то, это, в принципе, извлекается, то есть, тоже надо разделять, ну, вот, а потом, когда я пошел к преподавателю, во-первых, и диапазон вырос, понимание появилось, и появилось вот это чувство такого контроля, ну, пусть даже не везде, там, да, изначально, но ты понимал, что ты делаешь, ты понимал, что тебе надо сделать, то есть, чтобы извлечь там конкретный звук, как-то пропеть, такие вещи, это вообще все перевернуло, было ли, то есть, ты, как бы, когда занимаешься, когда у тебя получается, и получается по-другому, а не как ты делал, до этого, условно, там, лет 10, наверное, у тебя, как инсайдер, бывает, всплывает, у тебя все переворачивается, внутри, да ладно, можно было, ну, как бы, это классно, да, но у тебя очень высокая планка, ты довольно сложные вещи, изначально, и брал, да, и продолжая играть, и я слышал, и я слышал, да, которые твои, сейчас с группой песни, да, они тоже довольно непростые, вот, почему, почему, мне интересно, почему ты так делаешь? Потому что, я изначально привык идти, ну, как сказать, тем путем, когда ты берешь, ты слушаешь, там, допустим, вокалиста, ты понимаешь, что он сложный, что он нравится, такой, я хочу делать так же, надо подобраться, по крайней мере, то есть, ну, мне никогда не было интересно взять, найти что-то проще, и, ну, все, меня это устраивает, хотя, это, как бы, тоже, путь, это вариант, это, там, тот же звук, ну, то есть, и так люди делают, работают в своем диапазоне, там. Да, просто здесь всегда такой интересный вопрос, потому что, я тоже просто с этим сталкивался, я сам очень люблю брать какие-то сложные вещи, но из-за того, что я их беру, например, я их записываю, да, и, ну, да, когда ты берешь что-то чуть выше, да, чем, может быть, даже ты готов сейчас, да, то со стороны кажется, что, как бы, не очень, то есть, вроде как, можно было бы и лучше, вот, то есть, я к тому, что можно, вроде как, снизить планку, да, и звучать более убедительно. Ну, тут какой еще момент, я думаю, я в твою защиту, по крайней мере, скажу, что, когда ты это делаешь, себя-то ты знаешь, и знаешь, как ты можешь делать лучше, там, и так далее, да, сколько ты усилий, ты можешь приложить, а человек со стороны, как правило, в основном, ему может и так зайти, ну, то есть, в принципе, я просто это, увидел, когда, например, ты там каверы выкладывал, я там ребятам из группы показывал, вот там препод поедал, на каких-то треках они такие, ну, в принципе, да, нормальный, ну, какие-то гонят, крут, заучит, как-нибудь. Ага, да, да, тут еще все понятно, у всех свое мнение. Ну, это просто суть в том, что, как бы, у нас нет, ну, это в каждом человеке, когда что-то делают, что нет, оценки со стороны, ну, действительно оценки со стороны, потому что ты же все равно все через себя пропускаешь. Ну, да, ну, смотри, в любом случае, когда педагог может тебе дать такую техническую оценку, как бы, да, то есть, но нравится, не нравится, это все равно, ты никогда не... это вкусовщина. Ты никогда не сможешь сделать, чтобы всем нравилось, да? Вот, давай перейдем дальше, я так понимаю, что с какого-то момента ты начал заниматься самостоятельно, но уже в рамках клуба. Расскажи про этот переход. так, ну, в принципе, это самый идеальный сейчас переход по многим причинам. Во-первых, это, у меня больше времени, ну, в том плане, что ты когда очень занимаешься, там, с преподавателя, онлайн я пока не очень, понимал, мне в голове просто не укладывалось, ты тратишь время на дорогу, на преподавателя, часик вот тут и обратно на дорогу, то есть, ты часа три жизни скидаешь, просто ради одного там действия, пусть там даже там важное, но три часа, как бы, а тут есть онлайн-клуб, есть упражнения, распевки, то есть, ну, такой базис, который ты с преподавателем проходишь, ну, вот, и тут и время проще найти, и от этого получается регулярно, то есть, мне даже психологически проще делать, там, это через день, но полчаса-час, этому уделять, и прорабатывать, и получается, по итогу, продуктивнее, чем я даже раз в неделю ходил к преподавателю, ну, в том плане, что, конкретно, как у меня работают, я с ним занимаюсь, прорабатываю, меня дома прорабатывают, а за счет того, что в тот период не было ни тренажеров, ни распевых, это все очень растягивало, что времени, надо было выделить время, подготовиться, что-то найти, ну, потому что я пользовался, со словом, ютубом, там, интернетом, для распевок, потому что, в принципе, на гитаре я особо никогда не любил распеваться, а только там, приют, там, песни какие-то играть, понятно, на гитаре, как бы, распеваться не очень, да, а пианино, как бы, я не хотел ни покупать, ни осваивать, мне это не зашло, я просто понял, что это, любой музыкальный инструмент, вообще, у него есть свой порог вхождения, и чтобы там ровно сыграть, какую-то гамму, там, даже там, в среднем темпе, это надо потратить, нормальное время, ну, в любом случае, как бы, а я не хочу это временное тратить, мне это, как бы, не нужно. Ну, в самом деле, если честно, и у фортепиано, и у гитары, мне кажется, довольно сложно начать, ну, порог вхождения довольно высокий. Да, порог вхождения, да, сложный. Сейчас, например, есть укулеле, который многие пользуются, и считается, что она, ну, гораздо проще, да, этот инструмент, потому что там, пальцы, видимо, не так сильно болят, ну, я, правда, не играл, но, видимо, и 4 струны, да, то есть, многие, поэтому, используют укулеле. Вот, в плане гитары, там, там, на гитаре сложно то, что пальцы болят, да, многие не выдерживают, а фортепиано тоже там с черными и белыми клавишами путается тоже, из-за этого начинается, там даже голова начинает болеть от этого. Там психологически, я просто понимаю, что ты говоришь, у меня были периоды в детстве, у меня как бы отец, он в театре выступал, когда был мелкий, у него абсолютный слух, потом у него голову сломался, он как бы с этого ушел, соскочил, и какой-то момент, я не помню, это вообще давно было, это год 2003, наверное, когда кто-то подогнал синтезатор, он такой, а хочешь, я тебе покажу, типа, как там, вот это играть, это там, то он еще это, я говорю, ну, давай, мне было лет 10, мне стало интересно, и вот мне хватило минут на 20, я просто на это посмотрел, что-то попробовал, он пообъяснял, я говорю, нет, это не для меня, все, и как отрезал, да, да, то есть, на самом деле, вопрос к тому, что это или тебе зайдет, и ты будешь этим заниматься, и ты загорешься, вот как я в 13 лет загорелся, или как бы нет, получается, в чем сложность, вот самостоятельных занятий вокалом, да, то, что тебе нужно, во-первых, учиться петь, вроде как, но, но, чтобы учиться, полноценно тренироваться, распеваться, да, каждый день, тебе нужно реально, да, инструмент, да, ну, причем нормальный навык, играть ровно, все дела, чтобы, ну, чтобы на это не отвлекаться, это, да, я понимаю, что это сложно, потому что я вот сам учился в университете, да, ну, но я в музыкальном вузе учился, и, то есть, я там, ну, как бы, я-то научился играть, но я понимаю, что у людей нет времени столько, чтобы, ну, как бы заниматься какими-то делами, да, еще и фортепиано, и вокал, и все это вместе, а потом это еще надо совместить, правильно, то есть, одновременно играть и петь, да, а как мне интересно, вот как ты себя мотивируешь, потому что самому заниматься, мне кажется, очень сложно, вот у нас просто люди вступают, да, на пробный период, например, в клуб, и там зайдут пару раз, да, а потом уже все, как бы сложно, ну, это, такая вещь, мне кажется, на начальном этапе, одной мотивации мало, ну, я просто помню себя там, мало того, что ты себя можешь там как-то пинать, этого иногда недостаточно нужна, еще какая-то цель, как бы, которая чуть-чуть выше, чем там просто научиться петь, например, но я считаю этого мало, потому что, ну, если начать раскурчивать в клубах, а для чего мне учиться петь, и вот за этим должен что-то стоять, то есть, ну, там, не важно, там, я хочу там, просто красиво петь, чтобы петь, там, караоке, там, не знаю, вечерами с друзьями, ну, то есть, что-то должно за этим быть, я хочу петь в группе, и так далее, тогда, возможно, возможно, опять у тебя появится, и время, и стимул, ты найдешь, и тогда это просто так, я хочу попробовать, ну, ты попробуешь, естественно, мало того, что-то получится, с первого раза, такой, да ну, типа, зачем мне это, ну, я это вижу так. Вот смотри, Данил, у нас часто бывает такая проблема, то, что ученики, как бы мы им говорим, заниматься самостоятельно, они, например, занимаются в машине, ну, то есть, как бы не сконцентрировано, то есть, вот в твоем случае, да, ты рассказываешь, что ты занимаешься, уделяешь этому специально время, правильно, садишься за компьютер, там, да, или за телефон, ну, за компьютером, да, ты работаешь? Ну, в основном, за телефоном. С телефоном, да, ага, да, вот, то есть, ну, отдельное время, то есть, ты концентрируешься на этой задаче, как ты именно, вот, ну, составляешь расписание, или как это происходит? На самом деле, никакого расписания нет, я к этому долго шел, и шел через расписание, там, через напоминание, а, то есть, все-таки это было, пробовал? Да, это не для моей психики, это меня дегонтибирует максимально, то есть, ну, я могу просто объяснить, я в какой-то момент, как раз, когда пошел к тебе заниматься, ну, все, сейчас надо уделять своему времени больше, и, чтобы ты понимал, я, как бы, работал, какое-то время на складах, достаточно долго, где-где, я на складах, ну, где, как бы, народу не так много, много помещений, я на работе, вот, такое признание, я уходил куда-нибудь на час, и занимался где-то там даже, ну, я понимал, что, ну, у меня график был, комбинат часов, куда я, на выходных, ты там, один день спишь, один день, и тебе дела, там, и все, и ты опять на работу идешь, ну, к примеру, я начал просто встраивать привычку, надо там заниматься, допустим, там, через день, там, или каждый день, ну, как у тебя настроение, организм там настроен, и не важно, как бы, это должно быть железно, но это не важно, и ты. то есть у тебя там хорошая акустика была, да, в складах, я не заморачивался, да, ну, суть в том, что я просто подход поменял, я просто вел привычку, то есть, ну, это как везде, ты там, не знаю, спортом начинаешь заниматься, тебе же надо войти в этот режим, и зайти в привычку, а потом тело, оно привыкнет, и сам, как просить там нагрузку, там, то же самое, то же самое, в принципе, привыкаешь, ходишь в это, и все, ты уже даже себя особо не заставляешь, ты просто знаешь, что это надо сделать. А вот еще многие любят петь именно песни, да, они любят петь упражнения. Я так тоже делал. И так тоже делал, да? Очень долго. До, грубо говоря, до появления клуба, это было практически всегда. То есть, когда тебе сложно найти какие-то аспекты, или упражнения, ты такой, ну, ладно, все, не попоем. А ты же не отдаешься отчет, как бы, в песне ты, ну, по крайней мере, у меня не всегда получалось что-то прорабатывать через песню. По многим причинам. Я уже просто тогда сравнил с распевками, с упражнениями, конкретно, да, и конкретно с песней. Там же в песне, это очень много элементов. Да, да. и там, даже если у тебя там есть кусок, там, из 20 секунд, который вроде как тебе помогает, то все остальное не факт, что тебе поможет вообще так-то, ну, как объяснить, с целью именно упражнений, именно развития такого. Ага. То есть, ну, особенно если учесть, как бы, я репертуар выбирал, там, там надо уже именно петь и понимать, что ты делаешь. Там, я думаю, не получится там взять, а сегодня мы отработаем, не знаю, легатор. А с распевками такая история, что сложно их найти, правильно? То есть, если, если, в принципе, ты не играешь, да, допустим, фортепиано, то, где тебе искать распевки? Тебе надо лазить по каким-то, там, YouTube-каналам, да, либо еще где-то, скачивать какие-то... Слава, какие-то сайты, да, ну, там, суть-то в чем? Там, диапазоны все, они максимально стандартные, они все не под тебя, плюс, как бы, там, половина, вот, с чем я столкнулся, ты берешь, запускаешь, видосик на YouTube, там, распевка, там, условно, там, в мужском диапазоне, там, в среднем, каком, и она, разные упражнения, разные раскопки, и там, вот, секунд 20-30, это прям твое, и тебе это подходит, и с преподавателем ты это прорабатываю, остальные 3 минуты, это вообще мимо, то есть, ну, все, это не для меня, где-то еще кусок на 20 секунд, допустим, последнее упражнение тоже вроде как подходит, и когда ты вот с этим сидишь, тыкаешься, и перематываешь, все, тебе это уже не надо, как бы, ну, для меня это слишком сложно, это получается, как костыль такой, да, то есть, ну, да, условно, да, это сложно, как раз вот такую практику, ее сложно в привычку перенести, потому что, ну, каждый раз надо что-то заморачиваться, придумывать, искать где-то, да, ну, да, да, так и есть, ага, ну, вот, хорошо, давай тогда мы перейдем к тому, что я бы хотел, чтобы ты показал, как ты вообще сейчас занимаешься, давай попробуем, да, так, сейчас, 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 Даниил покажет свой экран, я надеюсь, надеюсь, у нас получится, вот, и покажет, как он вообще использует, так, пока я, кстати, не вижу, видно, видно ли, экран, у меня вроде все случилось, друзья, кто смотрит сейчас эфир, напишите, пожалуйста, видно ли экран Даниила, потому что, у меня ощущение, что не видно, если не видно, то я, к сожалению, не знаю, как, как сделать, чтобы было по-другому, еще раз, да, заново, ну, все, у меня это, должно быть, видно все, так, никто не пишет, напишите, пожалуйста, а то мы ничего не понимаем, я думаю, что в конце эфира, кстати, Даниил, можно спросить какие-то вопросы от ребят, может быть, кто-то хочет тебя, чего-то спросить, да, будет интересно, да, есть обратная связь, нет, пока никто не пишет, почему-то, может, мы уже вдвоем остались, да, 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 как говорят, теплый ламповый стрим, да, друзья, напишите, пожалуйста, видно ли экран Даниила, сейчас мы проверим, а ты хочешь зайти на эфир, да, лайфхат, мудрое решение, кстати, Андрей, Андрей, напиши, пожалуйста, видно ли экран Даниила, потому что, Даниил делится экраном, но такое ощущение, что его не видно, да, я, кстати, вижу, что его не видно, не видно, да, ну, видимо, да, с этим, ну, что-то попробовать, да, к сожалению, не получается, ну, ладно, ничего страшного, тогда мы, тогда мы просто, да, тогда ты просто расскажешь, хорошо, как, как все это выглядит, есть вариант, допустим, если я скриншот сделаю, куда-то вышел, чтобы просто там, через твой компьютер, поскольку это трансляция, вывести его, ну, просто будет скриншот, и я объясню, а знаешь, как мы можем, я могу сделать, попробовать, а давай, давай, я могу попробовать, расшарить экран, да, ребята пишут, что не видно, к сожалению, но сейчас мы попробуем это исправить, так, в принципе, я думаю, ну, не поймем, ну, да, в крайнем случае, в крайнем случае, можно оставить и так, но сейчас мы все-таки попробуем зайти, так, просто, как бы, получается, я буду показывать экран, и ты будешь, да, просто объяснять, да, ты будешь объяснять, и показывать, так, сейчас мы попробуем, вот, вот, видно, ребята, сейчас напишите, пожалуйста, видно или нет, мы все провоцируем людей на комментарии, давно пора, да, 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 я, кстати, вошел в твой аккаунт, чтобы было прям, все четко, аутентично, да, да, так, Айнур пишет, что видно, так, что я думаю, что мы можем продолжить, ну вот давайте тогда начни берем допустим блок распевки там же видно сюда скажем так расскажи как вот ты начинаешь на то есть вообще чего я начал это я просто определил где мне допустим удобно брать нижнюю ноту сам бы самую не да это важный вопрос вот как ты это сделал потому что многих вопрос типа а как я вообще буду понимать откуда мне петь что здесь написано нижняя верхняя нота что делать не очень понятно вот я объясню меня еще до этого приложения поставил себе пианино на телефон точно просто приложение и там есть функция которой эти ноты подписывать и октавы я просто в ней посидел там время потратил здесь пошел от самой нижней и до самой верхней я понял где мне удобно брать для меня самую нижнюю где допустим там условно там моя середина низ и верха таким образом я сидел просто на каждую клавишу тыкал проволоку под это петь ну и все выстрелили что-то опять система появилась ну вот поэтому когда распевки были здесь мне уже принципе я знал какие ноты мне выставлять а здесь уже было понятно но в принципе ты бы здесь тоже смог найти диапазон до включая просто от меня нижнюю ноту показать исходил из того что на каких нотах неудобно ну вот сейчас и место и по уму где с и в детства наверно да 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 и вес 2 большой октавы как бы теоретически я и на и не спускался большой октавы но это уже через неудобства там это не всегда получается я как бы откину конечно когда это все только вышло и появилась я даже на распев трудовый сидел я первые пару дней просто все паттерны менял пробовал мне просто было интересно а потом я просто понял что мне приходится чем-то жертву ну за счет времени как бы опять же и пришлось просто взять ты сейчас говоришь о том что и часть времени уделяешь распевкам часть времени песням про ну там распевкам упражнениям песни это вообще потом то есть я песни оставляю вообще за скобками опять же если там занимать полчаса то это дробиться на распевки и на на уроку который нам есть с таким уровнем песни сюда вообще не ходит я понял покажи примерно как это звучит вот ну допустим ты начал заниматься что-то делаешь ну вот запустили мы выбрали диапазон и запустили первый паттерн например слышно и так далее собственно я вот так иду по первым идти паттернам это получается у меня низ и середина в принципе вот вот этот диапазон ну как я себя отметил потом я просто беру выставляю здесь повыше на октаву то есть ты выставляешь fds-3 да да и fds-3 и fds-4 и опять же прогоняя вот эти паттерны то есть ты делаешь головной главный звук то 1 да да ну то есть вообще отдельно так для меня так удобно а вот я это все прогоняю по тем же паттернам что-то там получается лучше что-то хуже иногда получается все нормально мне как бы все нравится а потом а потом у него вкладку уроки получается ну это следующее следующий этап да да вот ну посадок распел смотри тут даже на 5 этих паттернов ты довольно много времени тратишь за то есть минуту уже минут 15 примерно до 15 20 то есть целом твое занятие довольно длительное ну смотря чем сравнил ну я просто ученикам рекомендуют заниматься минут 15 всего допустим распевками я говорю что лучше чаще но вот лучше каждый день заниматься но там по 15 минут это не так сложно да потому что часовые занятия не могут пугать людей определенно так мы просто у меня то это уже привычка выработал к себе вот эту штуку что мне просто на это потратить время как бы и а что если я буду там прорабатывать допустим распевки именно в двух ключах то это принесет больше результата песню я как я вижу ничего нужны распек его как я почувствую а маленький сцепление ты учишься контролировать голос и контролировать звук то есть если раньше я пел и оно как получалось так и получалось и я там лупанул куда ты там получилось лучше потом все там рассыпалось не музыкальные термины но примерно так условно ты мог там резко сорваться там дать петуха там еще что-то как бы принципе это от того что просто это не прорабатывает локальный аппарат как я понимаю просто не не привык вообще таким штукам ну не на тренировку поэтому я как бы в принципе разбиваюсь распевка на два блока делится чтобы ты мог на этих нотах уверенность очистить понятно то есть дальше ты переходишь к урокам до заходишь раздел уроки сюда я покажу да что можно и через эту кнопку и можно зайти через меню так урок вообще давай так смотрел ли ты все эти уроки или ты смотришь только там определенные я проще хочу сказать что я не смотрел я не смотрел только сольфеджио по понятным причинам и как пользоваться программой естественно потому что я я россиянский человек я не считаю инструкции даже когда они приложены а понятно супер важное что ты пропустил не на самом деле там я думаю что ты все правильно понял хорошо значит остальные уроки как ты используешь в принципе я допустим делаю это вообще с уроками это произвольно но есть маленькая систематика я всегда делаю дыхание это первое на что трачу время допустим открываем дыхание ставим здесь диапазон который допустим предложен тут ага да я уже как бы свое редко включая ну потому что после распилок мне уже не сильно хочется что-то поменять ну вот берешь ставишь предложенный диапазон и я прям прогоняю вот все вот эти паттерны ага кстати темп ты как-то меняешь варьируешь в основном оставляю на 140 где-то из-за этого что-то может не получаться но это для меня стимул а не получилось назначить что еще побольше поработать в таком плане но это всегда дыхание так дыхание ты здесь ты делаешь упражнение которое здесь написано до 3 губами там до этого я так понимаю ты занимаешься на у да то есть на базовый знак на у на а нам и на какие-то такие звуки ну просто чтобы как сказать во первых чтоб не надоедала ну потому что первое время я делал только на у мне там через неделю условно недели полторы мне просто надо ну все начало поменять ну да понятно уже пора да конечно и тем более знаешь как это как в фитнес залах тоже тренеры часто говорят что если одно и то же делать да то мышцы привыкают и тебе это уже легко дается а если что-то чуть-чуть поменять там наклон например даже что-то уже совсем другая история да так что периодически нужно что-то менять так река не дыхание значит и занимаешься чем что дальше дальше там уже это поле в принципе большое я уже просто по настроению делаю все я не знаю наверное может это неправильно но вот допустим после дыхания вот хроматику люблю погонять или питатонику и это интересно или там атаку звука но вот на упражнение на уроке там уходит также 15-20 максимум нет как два урока больше я не беру потому что это уже где-то полчаса получается да то есть все как бы там уже если как бы время есть но я понимаю что да я могу потратить на это время я могу и там три-четыре уроками за раз но как правило это не больше ну даже не вижу смысла там потому что лучше в этот раз ты отработаешь ну как я это вижу там дыхание к примеру и хроматику следующий раз дыхание там атака звука там дыхание вид смыкания то есть такие такие вещи но это все равно это будет прорабатывать все равно так айнур здесь написал это называется обратная связь это по поводу чего я что-то не совсем понял так понятно полчаса ты здесь занимаешься да мне вот интересно знаешь что здесь есть такой раздел называется программы я сейчас его покажу просто тоже ребятам программы здесь сейчас одна программа разогрев ты говорил что ее по моему не используешь пока что да я ее открывал как бы все я просто такой ну да это интересно он не сейчас я не стал просто этим пользоваться просто вот она как раз эта штука рассчитана на тех участников до которые уже на тех пользователей которые уже освоили уроки например какой-то ряд уроков и можно сделать более как бы разнообразные вещи сейчас одна программа но когда будет их больше да будет интереснее то есть можно будет ну не не скакать по урокам грубо говоря до открытия и уже пройтись в комплексе чтобы это занимало как бы получается меньше времени то есть даже в твоем случае да ты иногда может быть застреваешь там несколько упражнений делаешь а можно как бы раз 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 они уже выстроены с точки зрения методологии да то есть а понял да и подавателями как как лучше последовательность эту сделать вот как считаешь по поможет это да более это позволяет тебе как стать не тратить на это время то есть если как объяснить даже когда до чего-то доходишь сам то очень много трачу времена всякие промежуточные вещи понять какую-то там одну какой-то принципе что его много всяких подпунктов грубо говоря эти каждому надо прорабатывать понимать что тебе подходит что не подходит узнает трачу время это все засунуто комплекс в определенную и это сделано грамотными педагогами почему не наоборот классно ага да я учусь как раз показываю как это выглядит то есть вот комплекс распевок на 15 минут если их будет несколько до скоро мы добавим еще то есть можно будет чередовать их например один день одну другой день другую вот так хорошо отлично в целом вот расскажи теперь как вот эти занятия помогают тебе вот ты уже занимаешься так я насколько понимаю несколько месяцев ну когда этом когда клуб у нас запустился наверно апрель это был апрель-май примерно если я правильно помню да где-то апрель апрель по моему апрель я просто помню что-то на другую работу еще пандемия началась и онлайн клуб такие якоря проставились ну вот и с этого времени то есть начало я где-то недели две-три я его не запускал пока всякие разные причины были ну вот а потом в один вечер вот теперь я попробую все явник или это превратилась системы так да так и идет как ты оценишь вот в целом развитие потому что но то что было в апреле да и то что сейчас это вообще разные вещи ну так и что может быть тебе не хватает или чтобы тебе хотелось в будущем вот такой вот если по времени вот так если взять именно формат клуба и формат приложение самого если в этом ключе посмотреть то что у меня не хватает да в принципе принципе для занятий дома там на самом деле более чем достаточно я это как оцениваю так что у меня есть вещи которые ты пробуешь делать ну конкретно я да и у меня не получается то есть все как там там стопор и ты понимаешь значит есть куда расти и что отрабатывать я понимаю я там каждый урок пробежался все получилось идеально ну да можно что-нибудь и добавить ага ну вот а тут принципе пока это мне хватает да да я я я просто когда сам тоже оценивал как это получилось да я ребятам писал в чате на том что вот этих уроков хотя их там всего 12 их будет достаточно примерно на полтора два года занятий есть в вокале теория не такая большая иногда я могу за одно пробное занятие рассказать все что знаю практически про вокал вот остальное это же практику про обратная связь до исправление каких-то моментов и действительно это ежедневно именно практика которая вот даже когда если ты занимаешься с педагогом там один раз в неделю два раза неделю этого все равно недостаточно будет да да не это определенный так как интересная фишка на моем те когда начал заниматься я по большой глупости раз в неделю это вообще для меня была критическая ошибка потому что за вот эту неделю я практически не успевал проработать и как правило мне получалось так что приходил тебе ну что-то работали я это не успел закреплять приходил на следующее занятие и отрабатывал на занятие то есть я сам сам у себя как бы и ресурсы время крал в каком смысле ну и плюс как бы сам не отрабатывал а потом я только понял что преподаватель за меня вообще ничего не сделали ага да 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 такое открытие было в какой-то момент потому что когда не занимаешься преподавателю сразу все станет классно хорошо все пошел ну пришел позанимался ну и если ты ничего с этим не делаешь там ничего и извините в этом большая сложность вот обучение вокала то что именно самостоятельно нужно заниматься у нас часто тоже или вообще в любой сфере нужно с одной стороны в одной в любой сфере но в некоторых сферах все-таки даже один раз в неделю что-то дает и как бы что-то сдвигается ну например я плаванием занимаюсь и в принципе даже раз в неделю что-то улучшается понятно что криво-косо да но там я как то все-таки плыву в вокале мне кажется вообще да есть момент маленький есть маленький момент когда я так ходил на занятия в этом режиме там тоже что-то сдвигалось криво-косо это никуда не уходит на просто есть результат который условно есть там x и где результаты время ты можешь там этого результата достичь там условно за полгода занятия в одном режиме может достичь этого же результата ну примеру за год за полтора в этом плане я вот кстати сторонник того чтобы в начале пути в начале вот история кстати как ты сделал в принципе ты вот рассказывал что ты вначале очень много занимался очень много тратил времени на но правда на гитару да но все равно бокал тоже был ориентировался на то чтобы коверить вот эти песни все слушал альбомы выбирал трек которые мне проще и одну песню там часами просто учить играть запоминать текст как бы это как-то все синхронизировать пробовать песни это уходило много времени вот то есть в начале очень важно чтобы вот более интенсивно позаниматься чтобы сдвинуться как бы запустить этот эту делегу да и она чтобы уже катилась потом потом уже можно снизить интенсивность вот хорошо расскажи теперь как какие у тебя планы сейчас я знаю что есть группа да и вы что то готовите и то что готовим прям на захватить мир так принципе сейчас пока мы играем для себя пробуем что-то свое там уже развился если раньше полгода назад играли мы только кавера и мы на это ориентировались сейчас как бы начался свой материал тот что-то предлагает пишет мы копируемся и пробуем за по что-то сделать сейчас такой более творческий момент прикольно ну ты мне скидывал демо записи и одну парам студийную или нет еще не это это все дам все дамки на остальные но планируете уже на готовить не пока я пока рано это потому что ну просто как сказать то что у меня в голове я это вижу до этого еще россии на расти и расти потому что планы амбициозные а вот как бы а то что сейчас это как сказать вот есть группы единомышленных мы как-то обычно бывает как вот когда группа собирается есть какой-то общая цель примеру но каждый человек же может там условно мы сошлись там на каких-то там на пяти-шести групп которые нравятся каждому из нас ну у всех усы разные есть много чего разного сейчас и получается тот момент когда каждый приносит идею от себя ну как бы даже если мы его выдерживать каком-то стиле то есть слышно что это просто там кусочек вот от этого тот принес кусок вот оттуда и ты это вместе лепишь сейчас наоборот такой процессом больше просто пробовать создавать совмещать студийные записи еще я думаю векова то часто помощь а я понял кстати да еще хотел сказать что наверное если ты допустим занимаешься самостоятельно в клубе да то через какое-то время может быть тебе потребуется до обратная связь все-таки от педагога да и кстати у нас есть же там возможность получить обратную связь через форму еще кстати не отправлял насколько я помню я просто тебе говорю про это то что можно записать видео например да да я не отправлял да есть такая возможность ну и и также можно взять занятия естественно в школе то есть и какие-то вопросы допустим для себя понятно да и дальше продолжить так хорошо я думаю что будем потихонечку заканчивать если у кого-то есть вопросы напишите пожалуйста вопросы к даниилу правда нас смотрит не так много человек уже под разбежались все спать видимо собираются вот но может быть у кого-то есть вопросы к даниилу или к нам в целом ну кстати минутка агитация да нет добавился твой трек плейлист я в принципе слушаю там может не каждый ночью или и скидывал парням а из группы там где-то двоим троим зашло в принципе 3 поэтому да здорово очень приятно я к сожалению там какая-то фигня произошла с apple music потому что когда я заливал музыкальные магазины вроде было все окей а потом короче мне написали что видите ли я это же первый мой трек официально да 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 видите ли какой-то apple music айди там есть либо мне он не его не дали по непонятным причинам агрегат разливал до через дистрибьютора вот и в итоге как бы но песня типа будет и она как бы есть но я не могу аналитику получить но я понял нет статистики до статистики нет вроде люди говорят что слушают но я не могу это посмотреть это как у меня нет apple а я пользуюсь я пользуюсь дизер а я года два назад на него подсел как бы тогда у нас не было спотифая яндекс музыка меня не устраивала я куба на полу не знаю я там лайк поставил здорово спасибо кстати спотифая прикольная штука я недавно попробовал но пока что не перешел пока на apple music так андрей спрашивает даниил играет на гитаре верно ну теперь нет раньше да ну я просто какой-то момент это было лет сколько не пять года четыре наверно назад был такой момент что меня вроде как посадили на бас-гитару и надо было петь и я начал учить песни как бы и вокал снимать и басов партия играл 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 говоря зачем мне это на давайте мы найдем человек время время тратить отвлекаться то есть это вроде прикольно но у меня цель-то не играть красную музыкальную инструменте ну в итоге вставок для стола интереснее петь то есть и твоя инициатива была да ты сам уже так решил да принял волевое решение я понял так ну что вопросы будут еще напишите если есть вопросы а если нет то мы даниила отпустим у нас кстати есть идея вот поделюсь даниила с тобой с теми кто смотрит записать такие видео вот что-то подобное как мы с тобой сейчас сделали да но в формате такого типа youtube как как юрий дуть интервью такие вопросы будут те же да вопросы ну возможно ну какие то наверное если нет у нас будет какой ваш диапазон достаточно тяжело да нет вопросы будут примерно такие как мы с тобой сегодня обсуждали связанные с творчеством с музыкой с музыкальным путь путем вот как ты считаешь допустим если вы если у нас ну мы сделаем такие видео как бы вот интервью с истории потому что нас истории очень много накопилось то есть интересных всяких разных все как бы по-разному понимаешь лично я такие штуки люблю я как бы тот человек который на самом деле об этом постоянно думаю ну в принципе а музыку и только вокале а в целом как это идет меня очень вдохновляет вещь когда читаешь биографию группу там или просто какую-то музыкантскую историю рассказывают и она же начинается у всех примерно одинаково ну плюс-минус как будто такой понимаешь да 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 это со мной как бы ну резонирует я такие вещи и посмотреть люблю и посчитать люблю мне такие штуки нравятся просто меня вот было сомнение насчет того что а интересно ли будет смотреть как бы на ну не и звезд да скажем а вот просто над таких же как мы до тех кто учится петь ну с другой стороны другой стороны кто показывает это будет такой низший продукт как он посмысленно потому что в основном в основном да спрашивают у медийных личностей там как бы они вот рассказывают издалека не дай там 10 лет занимался потом выстрелил подобные два пластинных альбома там все как бы замечательно тут на хочется грубо говоря в этом процессе сейчас тебя может это волнует беспокоит это как бы это более ну ты это просто знаешь помнишь можешь поделиться и как бы я думаю как мне кажется посыл в том что учиться это нормально никто не одинок в этом то есть как бы ну что это это все через это проходит как бы не знаешь люди там может руки там не опускали как я там на два года примеру ну да хорошо данил вопросов я так понимаю больше нет мы тогда окей заканчиваем спасибо тебе большое за интервью я тоже согласился выйти в эфир вот и возможно мы с тобой еще снимем видео подобном формате мне кажется это будет интересно это прикольно да все тогда хорошего спокойной ночи и вам спасибо подписывайтесь на канал дом музыканты бейте в колокольчик спасибо все давай счастливо всем пока